Приветствую вас, и условно, волевая регуляция делится на два больших пласта, на два элемента, это внимание, фокус, внимание, и мотивационное поле. Мы начнём, пожалуй, с того, что является технически более простым, более чётким, это фокус внимания, и после этого я вам расскажу про второй элемент, который является более технически сложным. Внимание, как вы и знаете, это одно из свойств сознания, внимание способно удерживать в себе определенное количество элементов, в человеческом сознании это от шести до восьми плюс-минус два, примерно, угадывая по-разному. И элементы, если говорить о внимании, то элементы там выделяются по родовым признакам, то есть объединённые элементы. Например, вот я вижу сайт, да, сайт LiveExpert, я вижу в нём, значит, отдельно, скажем, вас, других пользователей, там, свою фотографию и так далее. Если я всё это сверну, то у меня будет один сайт, и вот несколько элементов превращаются в один объединённый, и так работает сонет. А у сознания есть фокус, то есть центр внимания, у внимания есть фокус, центр внимания. И центр внимания, он изоставляет остриё направленности человеческой активности. И именно удержание внимания, удержание внимания является волей. То есть сама воля заключается в том, чтобы игнорировать внешние раздражители, сохранять концентрацию на том или ином объекте. Основная проблема, которая стоит на пути удержания внимания, заключается в том, что человек отвлекается, ну вот просто отвлекается на другие моменты. И ему требуется тренировка. Тренировка по научению удержания внимания. Как это делать? Делать это достаточно просто. Есть специальное упражнение для того, чтобы удерживать внимание. А именно. Берём перед собой кладбиком листок белой бумаги, допустим, или может быть кто-нибудь другое. И стараемся удержать своё внимание только на нём, на этом примете. Так, чтобы примет целиком и полностью занял наше внимание. Мы не думаем ни о чём в этот момент. Не допускаем мысли ни о чём другом вообще. И стараемся так действовать. Удерживать это состояние в течение, скажем, пяти минут. Если на это предназначал. Вот. Пять минут подержали так. Внимание. Опустили, расслабились. Отпустили. Сознание другие мысли. Дальше десять минут. И дошли, скажем, до двадцати степей. До трёх степей. Но вообще, думаю, двадцать, двадцать пять вполне оптимальное время. Дальше. В принципе, уже на пятнадцати минутах. Можно попробовать усложнить. Пример. Вот это будет сказано. Вот самостоятельно. Стакан с водой. То есть, это два элемента. Это, собственно говоря, стакан и вода. И вот вам нужно удерживать внимание так, чтобы ни о чем другом, кроме стакана и воды, не думать. Причём, очень важно понимать, что любые предметы у нас с чем-то ассоциируются. Например, у кого-то вода ассоциируется с речкой. Да? Славные. И так далее. Эти мысли тоже важно не впускать. Думать только о воде. И ни о чем больше. Вот. Примерно такое упражнение вам нужно делать. Усложнять. И усложнять. Все предметы, на которых вы фокусируете внимание. И когда вы уже можете концентрироваться на сложных предметах, только на них. То, в принципе, можно сказать, что с этой стороны вы внимание своё, например, механическое. Или, как сказали бы бихевиалисты, брачный процесс научил. Дальше идёт то, что можно назвать несколько более сложным элементом. Это элемент мотивационное поле. Мотивационное поле, оно обычно объясняется через простейший пример из практики воспитателей детского сада, где детей разделили на две группы, окно из которых контрольную расставили по периметру вокруг основных членов группы. А вот этих вот других детей, они играли на детской площадке. И вот четыре человека, четыре мальчика, стояли по периметру детской площадки и просто не знали, куда от себя деть. Они не понимали, что мальчик это делал. Ну, понятно, что дети, да, активность, гиперактивность. Им было очень сложно удержать себя в неправильном состоянии. И тогда преподаватели пришли к этим детям и сказали, что они охраняют покой и безопасность тех, кто играл. И после этого дети вытянулись в подстройки смирно и постоянно не шелохнувшись очень-очень долго, пока они начали уставать. Этот пример, он наглядно показывает, что чем больше у нас смыслов действия, тем больше вероятность его успешного осуществления. Смысл есть осознание мотива, то есть вот придание как можно большего количества смыслов к моему действию является путем для того, чтобы вы добивались того, чего вы хотите. Смысл и, иногда говоря, мотивы следует искать в причинах того, что вы делаете. То есть спрашивать себя для чего, почему и ради чего. Осветы на эти вопросы необходимо давать четкие, ясные, достаточно скорректированные, чтобы вы понимали сами, хочется вам это, нужно вам это или нет. Бывает так, что вот человек понимает, что вот что-то ему нужно сделать, но нету мотивов. Вот он понимает, что нужно, но не делает. С чем это след? И внимание у него хорошо фокусируется, и, в общем-то, возможности, если все равно все равно не делает. С чем это следует? С тем, что у человека недостаточно мотивационного повода. Поиск новых мотивов для того, чтобы сделать то или иное действие. Поиск новых смыслов того, что нужно вам осуществить. Как можно большее количество этих самых смыслов поможет вам овладеть, собственно говоря, волевой регуляцией. Пример, который я хотел бы еще привести, он заключается в следующем. Вот, скажем, кому это нужно, ну, тренироваться. Просто тренироваться, проходить тренироваться, тренироваться. Любые, если не важно, как я. Человек чувствует, что он здоров, и что ему ни тренировки, в общем-то, ничего не приносит. Ну, то есть, чтобы изменить там свою комплекцию, да, чтобы накажать мускулы. Эта тренировка недостаточно, чтобы стать красивее. А больше ничего не меняется. Человек только чувствует, что он устает, и все. И больше ничего. И в этой ситуации, конечно же, ему сложно заставить себя что-то делать. Потому что нет мотива. Нет мотива. И тогда человеку говорят. Вот, ты знаешь, если ты не будешь пленоваться, то ты заболеешь, у тебя будут проблемы. Ему показывают, какие проблемы у него могут быть, какие болезни могут быть, к чему эти болезни приведут и так далее. Надо сказать, что смерть здесь далеко не самый худший вариант. Потому что не все болезни приводят к смерти. К сожалению, многие из них приводят именно к состоянию, которое очень болезненно. переносит. И когда человек воочию это видит, представляют себе, но управляют признателям мощный мотив для того, чтобы делать что-то, что ранее не было для него чем-то важным. Вот из этих двух элементов состоит волевая регуляция. из мотивов, из осознания смыслов и из фокусирования внимания. Фокусирование внимания как способности сознания. Как, так сказать, сознательные регуляции нашей деятельности. В принципе, на этом все. Надеюсь, что вам поможет это видео.